здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня я готовлю мега апельсиновый торт я его называю 3 апельсина потому что здесь у меня апельсиновый бисквит апельсиновое конфи и мега апельсиновый крем апельсиновое мороженое для всех тех кто любит очень цитрусовые и так во первых я приготовлю конфи для этого торта здесь у меня 400 грамм уже процеженного апельсинового пюре для этого мне понадобилось 7 крупных апельсинов свежих естественно я его еще не уваривала я просто процедила его пробила блендером здесь у меня 60 грамм сахара и цедра одного большого апельсина я их смешала уже эти две массы где-то минут за 20 до того как готовить конфи чтобы сахар впитал в себя аромат и вкус цедры цедра снимается до белого слоя с апельсина чтобы не горчило сделать обязательно нужно с цедрой потому что иначе у нас конфи будет иметь такой слабенький кисленький вкус так слегка напоминающий апельсин я ставлю его до закипания на плиту здесь у меня 15 грамм желатина быстрорастворимого шестью ложками холодной воды я заливаю желатин и оставляет до набухания вот такой консистенции он должен у нас стать и я его отправляю импульсами разогревать в микроволновку смесь фруктовая с сахаром дошла у меня до закипания и обязательно мы ее процеживаем иначе цедра в процессе застывания она начнет горечь выделять и будет горьким у нас смесь видите сколько жмыха еще остается обязательно это нужно сделать я просто ввожу туда теперь желатин вот эта смесь она уже остыла до 60 градусов не больше пока мы и процеживали желатин уже до 60 градусов хорошо работает просто вливаю перемешиваю ложкой и получается однородная глянцевая масса и уже можно ее заливать в форму форму я заранее приготовила форма у меня 18 сантиметров в диаметре видите здесь у меня такие ручки поэтому я сначала застелила ее пленкой обычной пищевой и сверху я еще застелил двойным слоем фольги вот у кого форму вот с такими ручками советую всегда так делать потому что так надежнее держится заливаем туда всю массу и отправляем сначала я отправляю в холодильник чтобы немножко стабилизировалась а потом уже в морозильную камеру до полного остывания сейчас готовим курд для крема сейчас будем готовить крем апельсиновое мороженое всегда все цитрусовые кремы я готовлю на основе курдов и так для курда понадобится у нас одно яйцо 65 грамм 55 грамм апельсинового сока у меня свежевыжатый здесь у меня 30 грамм сахара и цедра одного апельсина и 20 грамм сливочного масла начала я яйцо размешиваю очень тщательно чтобы желток разошелся и на малом огне сейчас я буду нагревать все всю эту массу готовится это элементарно вы же можете взять на эти 65 грамм только желтков потому что курд также часто готовим на желтках но сегодня мне не нужны были белки поэтому я готовлю на целиком яйце и все эти массы я отправляю в кастрюльку кастрюльку нас конечно же с толстым дном обязательно и помешивать будем минуты три непрерывно к этому нужно себя подготовить и все дела отложите заниматься только этим курдом буквально три минуты готовится на элементарно его не нужно бояться и как делается курд я вам сейчас показываю вы также его можете использовать как отдельная отдельную начинку для тортов соус для блинчиков для мороженого то есть готовится он элементарно главное просто стоять и непрерывно его помешивать 20 грамм сливочного масла также туда отправляем все это перемешиваем и сейчас когда уже начнет у нас выделяться пар из смеси я беру кондитерский термометр и довожу всю эту массу до 80 градусов цельсия и как раз на 80 градусов всегда примерно начинаются первые бульки видите бульки пошли смесь уже загустела я ее чувствую просто градусник здесь не видно но сейчас я вам покажу видите 79 градусов он показывает 79 и 2 и 4 потому что уже сняли с огня но 80 градусов должно все это прогреться тем самым пастеризуется у нас яйцо и курд заварился все смесь готова курд у нас готов готовится он элементарно многие боятся его готовят но не нужно сейчас переливаем его обязательно в емкость процеживая его перед этим так как у нас там апельсиновая цедра апельсиновая цедра никогда не должна оставаться в готовой смеси то есть когда мы уже готовим его ну для торта процеживаем через сито обязательно это нужно сделать и потом я перелила вот в такую емкость чтобы быстрее курд остыл если же вы его не сразу будете использовать поставите в холодильник обязательно накрываем пищевой пленкой в контакт я же использую сразу теперь я готовлю крем я начинаю на малых оборотах миксера перемешивать 350 миллилитров сливок туда я ввожу пакетик ванильного сахара у меня 8 грамм я слегка убавляю ход миксера и ввожу туда 50 грамм сахарной пудры это сделать нужно обязательно чтобы растворилась сначала сахарная пудра и не пошла у нас комочками здесь у меня 175 грамм творожно-сливочного сыра типа хохланд и здесь 250 грамм маскарпоне и 120 грамм нашего курда вот я забыла сказать что всегда из этого количества продуктов которые мы варили в курде получится где-то примерно 120 грамм сливки я взбила теперь я ввожу туда весь творожно-сливочный сыр и на малых оборотах миксера я просто все это перемешиваю этого уже достаточно и теперь тонкой стройкой я туда ввожу весь курд курд уже у меня полностью остыл то есть курд теплые туда не вливаем курд остыл уже у меня хотя бы до комнатной температуры но не теплый здесь у меня торт будет 20 сантиметров в диаметре этого крема достаточно с прослойкой конфи и где-то кило 900 весом будет торт на выходе уже его общий вес составит видите на малых оборотах я туда ввожу я не стала вырезать здесь ускорять это видео специально чтобы вы посмотрели сейчас слегка я его пол на полном ходу миксера взобью видите буквально пару секунд чтобы просто соединились все массы также я ввожу туда весь сыр маскарпоне 250 грамм подробнейше описание к видео будет в граммах под этим видео в инфобоксе проходите и смотрите и также все это сейчас перемешалось и я увеличиваю ход миксер до полного и на полных оборотах миксера вот смотрите вот буквально в реальном времени показывает этот отрезок видео и буквально пару секунд здесь взбиваю и выключаю уже миксер и крем готов в принципе ничего сложного в этом креме нет главное изготовить курд и видите такой плотный хороший крем получается обычно крем и допустим клубничное мороженое малиновое мороженое я делаю с добавлением творога здесь же я творог не использую я пробовала раньше делать именно цитрусовые кремы мороженое я имею ввиду с творогом но получается более такой удешевленный вкус и поэтому я использую только сыр маскарпоне сыр маскарпоне мега сливочный и он дает очень приятный такой сливочный вкус вот так шикарно из насадки м1 отсаживается этот крем вы можете смело им украшать шапочки у капкейков ароматнейший крем вкуснейший благородную кислинку имеет и очень апельсиновый на вкус вот вкус именно апельсинового свежеприготовленного мороженого очень советую приготовить и крем очень стабильный и так теперь я собираю торт этот бисквит шифоновый апельсиновый бисквит я готовила в предыдущем видео не буду сейчас на нем останавливаться проходите по ссылке я дам в описании к данному видео и смотрите подробное видео как я его готовлю бисквит вкуснейший ароматнейший он не требует абсолютно никакой пропитки крем я буду наносить конечно же из кондитерского мешка чтобы у нас был ровный разрез и плотная консистенция обязательно разравниваем уже шпателем чтобы у нас не было вот этой бугристой поверхности чтобы везде крем лежал однородно я также кладу уже второй слой бисквита и на второй слой бисквита я уже буду наносить гораздо более меньшее количество крема потому что здесь у нас будет слой конфи я также его выравниваю этот крем и конфи у меня постояла в морозилке но времени у меня было мало и она не застыла у меня в камень поэтому сейчас я конфи буду устанавливать на торт непосредственно еще в кондитерском кольце а потом вырежу его из кольца это для тех у кого также нету времени но торт нужен быстро и посмотрите как я это делаю делается это элементарно я сняла всю естественно пищевую пленку сразу с него ставлю ровно и просто вырезаю острым тонким ножом прижимая его плотно к краю формы и также можно с ним работать потому что здесь пропорции желатина дана именно на цитрусовую начинку то что цитрусовая кислая начинка и желатина всегда нужно на капельку больше итак здесь также небольшое количество крема наносим уже на прослойку конфи потому что как прослойка конфи естественно всегда тяжеленькая такая 18 сантиметров она у меня и сам торт 20 сантиметров в диаметре коржи я выпекала и сейчас обязательно кремовой прослойкой сбоку из кондитерского мешка дополняем и сверху я слегка наношу крема и выравниваю хочу сделать этот тортик в стиле naked cake то есть в стиле так называемого голого торта и обратите внимание этот крем прекрасно держит форму и можно покрыть торт и сверху и внутри я бы не советовала им вот такие заказные торты какие-то выравнивать на такой домашний тортик для праздничного чаепития вполне можно выровнять и подать на стол если вы захотите так называемый голый торт делать я не советую делать ни в коем случае с классическим бисквитом сюда нужны бисквиты именно шифоновые либо что-то на масле какие-то бисквиты которые будут хорошую такую боковину иметь чтобы было видно и и насадка m1 большая открытая звездочка я сейчас сделаю такие апельсиновые елочки скажем так из апельсинового крема так как у нас торт на праздники здесь на рождественские на новогодние и мы хотим что то такое домашние до сделать и поэтому кто вообще не умеет украшать торты я сейчас показываю вот такой вот вариант вы можете вот такие произвольные белые елочки накрутить из обычной насадки открытой звездочкой украсить вот так незатейливо оранжевой посыпкой и апельсинами что я и сделала и вот такой вот тортик у нас получается сейчас очень актуально такое украшение тортов особенно домашних и поэтому если кому-то понравится идея пожалуйста возьмите ее себе на заметку нарезается он великолепно этот торт надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео